здравствуйте телеканал алмазный край продолжает свою работу и сегодня мы поговорим о государственной поддержке семей с детьми я представляю гостью нашей студии серафиму махутову руководителя управления министерства труда и социального развития якутии в мирненском районе здравствуйте серафима викторовна прежде чем начать разговор давайте может быть расскажем нашим зрителям какие полномочия именно в этом плане есть у министерства труда потому что я понимаю что поддержка семей с детьми это государственная программа которая исполняется на многих уровнях власти за какие аспекты отвечает именно министерство труда значит тогда начнем с того что у нас в базе управления адресной автоматизированной системы адресной остальной помощи состоят более 13 тысяч льготной категории это 13 тысяч семей нет это 13 тысяч льготной категории это нас ветераны инвалиды да и в том числе семьи с детьми малоимущие многодетные семьи значит обеспечиваются не значит мирами социальной поддержки соответствии с федеральными законами российской федерации законами республики саха и кути через министерство труда пособия получают мамы которые сидят в декрете да да не работающие и не работают через наше управление да 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 и семьи у которых есть статус малообеспеченных семей да статус малоимущие семьи в минерском районе значит у нас состоят на учете более полтора тысяч и полутора тысяч семей с детьми значит из них многодетных более значит 600 семей получили удостоверение многодетной семьи для многодетных какие есть льготы по линии министерства труда семья состоящая на учете в местном самоуправлении как нуждающиеся но получение жилье условий они так и так состоят до местного управления если они семья имеющие пять и более детей изъявила желание получить социальную выплату на приобретение жилья значит обращается в наш адрес с документами с заявлением и их документы значит да мы направляем министерство труда значит и министерство труда как бы вот есть у нас республиканская комиссия да на комиссии значит решает о включении данной семьи в республиканский реестр то есть эта программа работающая есть уже семьи которые получили эти деньги для улучшения жилищных условий программа работает на сегодня у нас мирнинском районе состоят 17 семей те которые изъявили желание да включиться в этот республиканский реестр значит на сегодня вот в этом году вторая семья как бы в девятнадцатом году получат данную выплату ну это как бы пределах где-то вот двух миллионов рублей какие еще льготы есть может быть по материнскому капиталу как его можно использовать сейчас вот многодетным семьям малоимущим семьям расскажите об этом с 2011 года значит у нас как бы семья получает при рождении третьего ребенка либо последующих детей республиканский материнский капитал семья как бы значит с 2011 года по 18 годы выдано 1437 сертификатов это в дополнение к российскому материнскому капиталу это республиканский да республиканский при рождении 3 и последующих детей сумма значит размеры республиканского материнского капитала составляет 139 тысяч 716 рублей 68 копеек то есть вот семьи значит могут направить республиканский материнский капитал по пяти направлениям это значит у нас направления на улучшение жилищных условий а также туда входит ремонт жилья до получение образования ребенка значит третье направление у нас оказания ребенком высокотехнологической медицинской помощи и четвертое направили направление значит приобретение транспортного средства и 5 направление не могут направить на развитие подсобного хозяйства в том числе и приобретении сельскохозяйственной Что показывает статистика? Этот материнский капитал семьи предпочитают сразу пускать в оборот? Или он у них лежит как капитал именно? Многие семьи распоряжаются своим сертификатом и большинство семей направляют на улучшение жилищных условий. Как сейчас осуществляются льготы для неработающих родителей, для женщин, которые сидят в декретном отпуске? О каких суммах идет речь? Расскажите об этом. Семьи, у которых доход не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума, они ежемесячно получают выплаты на первого ребенка до достижения полутора лет в размере 16 906 рублей. Также у них ежемесячные пособия по уходу за ребенком. Это в зависимости от районного коэффициента проживания. В нашем Мининском районе, кроме Айхала Удачного, это размер 5 571 рубля 66 копеек. Айхала Удачного 6 554 рубля 90 копеек. Значит, ежемесячные пособия по уходу за вторым и последующими детьми есть. Это в размере, значит, также получается 11 143 рубля 31 копеек и Айхала Удачного 13 109 рублей 78 копеек. И также, значит, те, которые родители не работают, да, или являются студентами, они обращаются в наш адрес за единовременные пособия при рождении ребенка. Значит, размер вот этого пособия единовременного составляет 29 715 рублей 54 копейки, также кроме Айхала Удачного. А вот Айхала Удачного 34 959 рублей 46 копеек. И также, значит, к федеральному закону в дополнение, да, семьи обращаются за ежемесячным пособием от 0 до 16 лет. На сегодня у нас, на 2019 год, эта сумма составляет тоже в зависимости от дохода семьи от 1 1076 рублей до 1647 рублей получают семьи. Как можно оформить эти льготы? То есть для этого нужно обратиться к вам в Министерство труда. Вообще расскажите об этой процедуре. Значит, для того, чтобы оформить на данные выплаты, да, заявитель обращается в наш адрес. Значит, нужно подоставить документы, удостоверяющие личность заявителей всех членов семьи, как бы, ну, справки, подтверждающие доход семьи за последние 12 месяцев со дня подачи заявлений. 14 февраля 2019 года был подписан указ главы республики Саха-Якутия, да, о дополнительной мере поддержки, направленных на рождаемость детей в республике Саха-Якутия. Значит, указом, значит, предусмотрены выплаты, предусмотрены выплаты на рождение первого ребенка. Значит, семьи получат единорременный денежный вывод в двукратном размере прожиточного минимума, значит, в размере 33 812 рублей. Это, значит, касается рождения детей с 1 января 2019 года. Ну, и при рождении или усыновлении второго ребенка, это будет региональный материнский капитал в размере 30% от размера федерального материнского семейного капитала, да, в размере 135 907 рублей 80 копеек, да. И при рождении или усыновлении третьего ребенка и последующих детей, значит, семья будет получать ежемесячную денежную выплату в размере 16 906 рублей до достижения ребенком возраста 3 лет. В этом случае, значит, учитывается средний душевой доход семьи, значит, на сегодня средний душевой доход семьи составляет 42 119 рублей 30 копеек, да. Ну, вот, допустим, если вот семья состоит из пяти человек, мама, папа и трое детей несовершеннолетних, да, то, значит, доход не должен превышать суммы 210 595 рублей. И, как бы, думаю, много семей будут получать эту данную выплату. То есть это именно от совокупного семейного дохода, если он превышает установленную норму, то право тогда не наступает, да? Право, да, не наступает. Еще есть такая государственная льгота, это социальный, мера поддержки, это социальный контракт, да. Что это вообще такое, социальный контракт? О чем это речь идет? Социальный контракт, значит, да, семья малоимущая для того, чтобы повысить свой доход семьи, значит, да, составляет план. Как бы, как выйти из положения, из трудной жизненной ситуации, которая на сегодня сейчас у них существует, да, как поднять, то есть доход семьи, как бы, составляет план и, значит, получает вот эту социальную выплату и реализует по своему плану. Допустим, я говорю, что вот они, семьи, значит, получают вот эту данную на развитие сельского хозяйства, да, личного подсобного хозяйства и осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Вот, в чтении 2017-2018 года у нас получили семь семей, вот эту помощь, государственную социальную помощь в размере 1 169 776 рублей. Это, значит, ну, в проделах где-то 234 624 рубля может получить семья. Вы отслеживаете ситуацию в таких семьях, то есть, как семья распоряжается деньгами, получилось ли у них запланировано, то есть, выйти из кризисной жизненной ситуации? Вообще, на что люди обычно тратят эти деньги? Какие проекты самые реализуемые? Конечно, мы отслеживаем, значит, в течение года семья отчитывается, куда они, значит, потратили эти денежные средства, да, на что было, что приобрели, и на сегодня, чем они занимаются, как бы, да, как они повышают свой доход семьи. Мы отслеживаем, да, в течение трех лет, допустим, какова ситуация, ну, вот на сегодня динамика положительная, семьи, те, которые получили эту данную социальную выплату, все-таки, как бы, повысили свой уровень. Вот в сельской местности, конечно, это люди идут, в сельской местности, им, как бы, они покупают, допустим, дополнение, там, плюс к своим деньгам трактор, допустим, да, или там строение коровника, где-то что-то, где нужно содержать вот это свое личное подсобное хозяйство. Ну, такие там, на какие-то услуги направляют. То есть, это право один раз воспользоваться такой льготой, или семья может еще раз подать заявку? Семья, значит, может воспользоваться один раз в пять лет. В феврале было послание президента федеральному собранию, и там Владимир Путин озвучивал ряд вопросов по повышению рождаемости, по новым проектам поддержки семей с детьми. Здесь на местах ощущается вот это движение какое-то? Ну, как бы, наверное, все-таки, безусловно, все-таки будут приниматься решения в положительную сторону, да, и поддержка семей с детьми, конечно, будет, наверное, вот повышаться все-таки меры социальной поддержки. Спасибо за интервью. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!